Больше никаких покунков, скрынок и непривабных мяшков со сметем, ни на властном подворку, ни на улице. Столинский жилевый приватный сектор в ближайший час перейдет на новый для себя способ сбора бытовых отходов. Так званный контейнерный принцип дозволит Столину минимум на 30% повеличить объем другасных материальных ресурсов. Пропановала его районная коммунальная господарка. Летость тут распрацовали проект, сгодно с яким каждый из абонентов отримая максимум избирать смети, попередне сортующий его, в специальные контейнеры. Мы оснащаем каждый домовладень двумя контейнерами. Домовладельцу не приходится нести свой мусор, свои отходы в эту определенную одну точку, которая, возможно, будет организована за несколько метров от его домовладенья, за несколько десятков метров от его домовладенья. И это более неудобно для него. Данная система сбора, она больше приспособлена для населения и направлена для его удобства. Черный контейнер для звычайного смети, которое вывозится на полигон, желтый для усяго, что можно перепрацовать. Папера, шкло, пластик, батарейки. Наверное, взломанная дробная бытовая техника может быть покладена сюда. Просто, сручно и корыстно. Такие, как правило, засвоите школьник. У себя миша мадетной мать и Наталья избирать засортовать смети ведают я. Сортируем пакетами постоянно, отдаем, машина приезжает, забирает. Отдельно пластик, отдельно бумагу. Конечно, сейчас будет очень удобно, потому что уже коммунхоз будет, ЖКХ будет забирать машиной. То есть мне уже не нужно самой его будет переворачивать. У себя было набиток для 6 тысяч таких контейнеров на сумму 325 тысяч рублей. Их смогут отримать все городские абоненты ЖКХ, а это 90% от всех владельников приватных домов. Только за первые четыре дни послуги использовались больше за 300 столинцев. Кроме того, господарка набыла и два сметчавоза со спецпристосованиями для обслуговывания новых контейнеров. Усе выдатки взял на себе оператор другосных материальных ресурсов. В уголе таки европейский подход у сбора сметча в приватном секторе для Беларуси не новый. Он уже успехово реализуется в Слонями, Минске, Барановичах. Столинская ЖКХ на этом спиняться не збирается. Актуальным застаётся питание утилізации органики, якая складает мальтратину от достижения объема мясовых отходов. Наш район является очень развитым направлением сельхозхозяйственным. В каждом довладении есть какие-то грядки, газоны. Растительность, выращивание чего-либо. Поэтому именно, как показывает морфологический состав отходов, которые мы собираем у населения, большой процент составляет органические отходы. Органические отходы являются своеобразным вторичным материальным ресурсом, который можно использовать на различные цели. Тому в ближайших планах распроцовка документации для будовництва объекта по компостованию органических отходов. Проект продуглеживает набытью и установку ещё одного спецконтейнера – коричневого колеру. По кольже иди раздача уже набытых её местностей. Их обслуговывание начнется после 30-го листопада. Что тысяча 123 иснующих стационарных контейнерных пляцовок, які были у Сталяваны 4 годы тому, то и они будут демонтованы. Татьяна Будгусаим, Людмила Салзин, Александр Дьяченко, Телерадиокомпания «Брест». Салзин, Александр Дьяченко, Телерадиокомпания «Брест»